Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, и мы с вами сейчас находимся на экспозиции декоративно-прикладного искусства в корпусе Бенуа Русского музея. Здесь у нас такой очень интересный коридор, где представлен фарфор, фарфоровая история России. В основном это история одного фарфорового завода, императорского, потом государственного, ленинградского фарфорового завода. И представлена здесь у нас его история, начиная с 20 века, рубеж 19-20 веков и вплоть до советского времени. Мы сегодня поговорим об агитационном фарфоре, это уникальное явление в русском искусстве. Но прежде чем говорить об агитационном фарфоре, следует немножко вспомнить историю императорского фарфорового завода. Он появился в 1744 году на месте кирпичного завода, недалеко от Петербурга, сейчас, конечно, это уже черта города, и там начали производить фарфоровую массу. И получилось так, что фарфор там производился только для нужд императорской семьи и ее окружения. Для частных заказчиков в основном работали частные фарфоровые заводы. И так получилось, что именно царственные заказчики определяли, каким будет ассортимент императорского фарфорового завода. И поэтому получилось так, что во второй половине 19 века завод начал потихоньку приходить в упадок, его даже хотели закрыть, потом объединили вместе со стеклянным фарфоровым заводом. Но на международных выставках часто говорили, что императорский фарфоровый завод в Петербурге как-то не самостоятельен, не производит никаких собственных моделей. И вот на рубеже 19-20 веков на императорский завод приглашают известных мастеров, известных художников. Конечно, они не смогли проявить себя в полной мере, потому что в 1914 году началась Первая мировая война. Завод теперь работает на нужды войны. Поскольку императорский фарфоровый и стеклянный завод были объединены, то в основном производили стекло. Нужно было оптическое стекло для новых приборов. Первая мировая война – это Первая научная война, и тогда появились точные приборы. И императорский завод работал в основном на нужды армии. В 1917 году происходит революция. И тогда уже заводу приходится самому себя обеспечивать. Если раньше его содержала императорская семья, то теперь нужно было продавать большое количество продукции. И, собственно, это завод и обеспечивало. Получилось так, что в 1918 году завод национализировали, и он приобретает название государственного фарфорового завода. На государственном фарфоровом заводе трудятся многие мастера, которые пришли на него еще до революции. Так, например, главой скульптурного отделения был Василий Васильевич Кузнецов. Он пришел в 1914 году на императорский фарфоровый завод. Ну, как вы понимаете, проявить себя было сложно в это время. И вплоть до 1919 года он возглавлял скульптурное отделение завода. И здесь перед вами сейчас четыре скульптуры, которые появились, замысел которых появился у Кузнецова еще до революции. Дело в том, что он хотел создать серию, посвященную временам года. Каждая фигурка изображала здесь крестьянский образ, ну, такое крестьянское прочтение интересной темы знака зодиака. Каждая фигура соответствовала определенному месяцу и определенному знаку зодиака. Первые фигурки выходят в 1918 году, наши же были выпущены в 1921 году. И они представляют здесь четыре месяца. В центре вы можете увидеть молодого человека, у него у ног овечка, это пастух, и он представляет март и знак зодиака овен. Рядом с ним можно увидеть мужчину дровосека, он представляет апрель и обозначает знак зодиака телец. Дальше два молодых человека, это косари. Косари это близнецы, и они символически изображают май. Ну и мальчик на кузнечике, часто, кстати, в документах императорского фарфорового завода эту скульптуру обозначали как стрекоза. Мальчик на кузнечике представляет июнь, и это знак зодиака рак. Когда идешь по этой экспозиции фарфора и видишь, что фигурки, посвященные знаком зодиака, были созданы в 1921 году, сразу же возникает искушение сказать, что и вот это настольное украшение было сделано тоже после революции. На самом деле это совсем не так. Перед нами сейчас ваза под названием «Жатва» или «Жнецы». Выполнена она была по эскизу Евгения Ланцере. Евгений Ланцере создает замечательное настольное украшение в духе потрясающих украшений, больших, роскошных императорских сервизов рубежа XVIII-XIX веков. Вспомните, например, Гурьевский сервиз, там были подобные настольные украшения, правда, русские крестьянки там были больше стилизованы под гречанок. И вот эту вазу, моделью её делают в XIII году, затем изготавливают саму вазу уже в XIV году, и потом она будет использоваться в советское время. Дело в том, что в 1940 году во время Всемирной, не Всемирной, а Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, ленинградский павильон представляли в том числе и сотрудники ленинградского фарфорового завода. И вот специально для этого павильона Наталья Данько, которая уже в то время заведует скульптурным отделением ленинградского фарфорового завода, она дорабатывает эту модель, она обвивает эту вазу колосьями, хлопком, и получается очень актуальная для советской действительности модель. Вот такие интересные случаются перевёртыши в истории, когда вазы, созданные для императорского фарфорового завода, как нельзя лучше представляют советскую действительность. После революции мы можем говорить о таком явлении, как агитационный фарфор. Ну, что такое агитационный фарфор? Вы наверняка знаете, что сразу после революции появился так называемый план монументальной пропаганды. В монументах, в памятниках должны были создавать образы революционных деятелей. Вообще, как говорил Луначарский, искусство есть колоссальной силой воспитательное средство. Это есть, быть может, самая могучая форма агитации, которая когда-либо существовала. Ну, фарфор – это тоже искусство. И как говорили о задачах нового государственного фарфорового завода, что он должен был выпускать? Он должен был выпускать агитационный фарфор в высоком смысле этого слова. Революционный по содержанию, совершенный по форме, безупречный по техническому исполнению. И как мы говорили, в то время, сразу после революции, главой скульптурного отделения государственного фарфорового завода был Василий Кузнецов. И Василий Кузнецов создаёт вот эту замечательную фигурку красногвардейца. Она и считается первой скульптурой агитационного фарфора. Она представляет типаж нового человека. Ну, кстати, вот интересная такая деталь. Если Вы посмотрите на фигурки фарфоровые, то Вы увидите, что они часто опираются то на какие-то пеньки, то ещё на что-нибудь. Это сделано специально, потому что очень сложно обжечь фарфоровую скульптуру. И иногда, когда на фарфоровый завод приходили работать мастера со стороны, просто скульпторы, которые работали, например, с бронзой. С бронзой работать намного легче в этом отношении. Они не понимали главных законов фарфорового производства, и их фигуры было производить крайне сложно. Но вот здесь рядом с таким красногвардейцем Кузнецова у нас стоит немного более поздняя фигура. Это фигура, созданная Тиграном Довтяном. Это уже начало 30-х годов. Часовой, потрясающий часовой. Вот он совершенно идеальный для фарфора, потому что он такой монолитный, настоящий защитник Родины. Как я уже сказала, это начало 30-х годов, а вот в начале 20-х, в 23-м году, тогда же, когда и красногвардейца, Борис Кустодиев создает свои агитационные скульптуры. Здесь у нас представлены две работы Бориса Кустодиева, 1923 год. Возможно, вы знаете, что Кустодиев еще до революции оказался тяжело больным человеком. Он не вставал больше с постели. И, находясь постоянно в постели, он возвращается к своему юношескому увлечению скульптурой. И создает вот такие замечательные две модели для государственного фарфорового завода. Удивительно, чем Кустодиев был больше прикован к постели, тем более жизнерадостными становились его произведения. Здесь перед вами гармонист и плясунья. Это пара, их нужно размещать именно таким образом. Они смотрят друг на друга, гармонист пытается как-то привлечь внимание плясунья, а плясунья, как вы видите, немного стесняется, так кокетничает и закрывает лицо воротом шубы. И так разместили мои коллеги очень интересные эти скульптуры, что гармонист смотрит не только на плясунью, но он смотрит еще и на тарелку, которая наверху находится. Перед вами сейчас тарелка, созданная Рудольфом Вильде. В то время, когда государственный фарфоровый завод активно работает и производит агитационный фарфор, он является заведующим живописного цеха. Рудольф Вильде очень интересный художник, и его работы выставлялись не так давно в Эрмитаже. Здесь можно увидеть, каким образом он соединяет, с одной стороны, вроде бы приметы нового времени, тот же лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», с другой стороны, такие буржуазные цветочки, которые так еще интересно, вырастают из корзины на борту этой тарелки. Стоит сказать, что когда завод переименовали в государственный, то поменялось и его клеймо. То, что мы с вами видим, тарелки, это и есть, собственно, первое произведение агитационного фарфора. Их выпускали на старом белье, то есть на старых тарелках, которые остались еще до революционного времени, поэтому там были клеймо с изображением инициалов Николая II, Александра III даже. И первоначально, поскольку негоже иметь клеймо на рабочих крестьянских тарелках, первоначально их закрашивали ромбиками. Дело в том, что агитационный фарфор шел в основном на экспорт, а за границей вот эти обозначения Александра III и Николая II, они были как бы своеобразной маркой качества этих клеймов, поэтому их перестали закрашивать. И вот получалось такое интересное. Если вы перевернете многие из таких тарелок, то увидите там N и 2, то есть Николай II, а рядом изображение уже, собственно, социалистическое – серп, молот и шестеренку. Вот этот новый символ бывшего императорского, а уже государственного фарфорового завода придумал мастер Чихонин. О Чихонине мы с вами сейчас и поговорим. Сергей Чихонин становится руководителем живописного цеха государственного фарфорового завода вслед за Рудольфом Вильдем. Он занимает эту должность в 2018 году. И чихонинские тарелки очень интересны. Про Чихонина говорили, он чеканил свой советский ампир. Вот здесь мы с вами видим тарелку, на которой изображены серп, молот и часть шестерни. Это вообще такой отличительный знак государственного фарфорового завода. У Чихонина он очень часто появляется. Вообще сама тарелка очень похожа на работу супрематистов, на работу Малевича. Хотя Чихонин хорошо известен тем, что он сочетал приметы нового времени и старого времени. Ну вот здесь, например, замечательная тарелка РСФСР. Вы здесь видите и серп, он вот здесь вот рядом с молотом образует такую букву В. Но при этом буква Ф в аббревиатуре РСФСР расцветает цветами. Это очень такой яркий пример чихонинского стиля. И над чихонинской тарелкой можно увидеть тарелку другого очень известного мастера агитационного фарфора Александра Шикотихиной-Потоцкой. 1921 год. Стоит сказать, что в 1921 году создали огромное количество агитационного фарфора и, в частности, тарелок. Он был самым таким продуктивным для государственного фарфорового завода. Очень интересно работает Шикотихина-Потоцкая, потому что, если вы не прочитаете название этой тарелки, вам может показаться, что это просто какие-то такие завитушки, что это растения. Шикотихина-Потоцкая ломает все представления о том, как надо расписывать фарфор, с какой стороны его расписывать, что там нужно изображать, что изображать на зеркале тарелки, а что изображать по борту. У нее об этом свои представления, поэтому ее произведение необыкновенно интересное. У нее еще такой широкий мазок, как говорят, Шикотихину-Потоцкую невозможно подделать. Еще одна работа Шикотихиной-Потоцкой находится внизу. Это тарелка «Коммунизм». Вроде бы такой сказочный мотив, но Потоцкая училась у Билибина. Кстати, за Билибина она потом выйдет замуж и будет за ним замужем до конца своей жизни. Вот сказочный такой мотив, но при этом по тарелке очень интересно разбросаны буквы «Коммунизм». Ну и рядом с этими тарелками стоят работы Зинаиды Кобылецкой. Одна из них относится к агитационному фарфору, это левый молочник, называется он РСФСР. Ну согласитесь, в Кобылецкой мало чего революционного. Она больше такая сказочная, очень интересная. Она использовала много золота, много разных таких декоративных элементов. Вот здесь рядом у нас два сервиза, это восточные звери, восточные фигуры. Это тоже работы как раз Кобылецкой. Так что в агитационном фарфоре она не очень ярко, может быть, себя проявила. Ну и еще мы с вами сейчас поговорим о двух очень известных мастерах агитационного фарфора, о женщинах. В этой витрине я бы хотела обратить ваше внимание на работу Марии Лебедевой. Тарелка под названием «Демонстрация». Совершенно уникальное произведение, не имеющее никаких аналогов в русском фарфоре. Вообще Лебедева очень интересный персонаж, ее тарелка, кстати, до сих пор выпускается на снова уже императорском фарфоровом заводе. Такое блюдо-телефонист. Там телефонист, запутавшийся в проводах, ну не запутавшийся, а провода вокруг него создают такой очень интересный узор. И можно там увидеть вокруг него буквы тех слов, которые он произносит. А эта тарелка называется «Демонстрация». В центре мы с вами видим на зеркале тарелки город, по бортам идет большое количество людей. И от того, что они изображены по кругу, создается ощущение, что это какая-то бесконечная масса людей, огромная толпа. Также можно увидеть, что над головами людей слова изображены «Вставай, проклятием заклейменный». Ну это слова интернационала, который был, кстати, долгое время гимном Советской России с 1918 по 1944 год. Очень интересно изображен город. Такая немножко лягушачья перспектива получается. Мы с вами находимся как бы у подножия этих домов. Вообще подобный прием использовали в основном мастера плафонов. Когда вы смотрите наверх, у вас создается ощущение, что дальше продолжается это здание до бесконечности. А здесь наоборот, мы с вами смотрим вниз на тарелку. Этот эффект тоже есть. И прямо между этими домами пятиконечная звезда, символ новой Советской России. Кстати, стоит сказать, что на бортах чаще всего в тарелках изображали не людей, а писали там какие-нибудь лозунги. И вот здесь можно увидеть, наверху чихонинская тарелка «Да здравствует всемирная гражданская война». Рядом царству рабочих и крестьян не будет конца. Кстати, вот это очень интересный слоган. Вы наверняка помните его, в советское время он был распространен. Так вот, когда эти слоганы пишут на агитационном фарфоре, то чаще всего их берут из Библии или из священных текстов. Например, «Царству рабочих и крестьян не будет конца» – это фактически цитата символа веры. «Его же царствию не будет конца». «Кто не работает, тот не ест». Это тоже библейский текст получается. И таких лозунгов можно набрать большое количество. Переделанные цитаты из Библии под нужды Советской России. Ну и здесь же рядом я обещала вам показать еще одного мастера советского агитационного фарфора, самого яркого, пожалуй, это Наталья Данько. Давайте мы к ней сейчас перейдем. В этой витрине работы Натальи Яковлевны Данько. И над ними, кстати, очень интересная тарелка рукавишниковой. На ней, если вы присмотритесь, вы видите надписи на немецком языке. «Агитационный фарфор – посол Советской России за границей». Очень часто лозунги создавались именно на иностранных языках для того, чтобы пропагандировать всемирную революцию. Правда, получалось так, что вот эти агитационные, революционные тарелки продавались на аукционах. Их покупали богатые буржуа. Тарелки, созданные на государственном фарфоровом заводе, стоили намного дороже, чем созданные на императорском фарфоровом заводе. Больше того, как говорили европейские газеты, они стоили дороже Мейсина и Сакса. Ну, что неудивительно, фарфор такой воспринимался как нечто очень экзотичное. Ну а Наталья Данько – это ученица Василия Кузнецова, один из ведущих мастеров государственного фарфорового завода. Она возглавила скульптурное отделение в 1919 году. Более 25 лет она отдала государственному, потом ленинградскому фарфоровому заводу. И вплоть до войны она руководила скульптурным отделением, создав более 300 разнообразных произведений. Здесь мы с вами видим её ранние работы. Ну, женщина с ребёнком, такая получается жанровая композиция. Рядом видны грузчики. Причём, вот если посмотреть на них, то не совсем понятно, что это грузчики, потому что у них такие изящные, очень тонкие черты лица, и только по рукам можно догадаться об их профессии. Ну и там чуть дальше можно увидеть скульптуру на острую тему. Скульптура, посвящённая голоду в Поволжье 1921-1922 годах, скульптура сама 1923 года, называется «Голодающая» или «Голод». И здесь вы видите двух женщин и ребёнка в разорванных одеждах. Очень часто на государственном фарфоровом заводе, когда делали скульптуры или тарелки в помощь голодающим, то есть часть от продажи их средств должна была поступить в помощь голодающим Поволжье, когда они делали какие-то произведения, связанные с этой темой, то они изображали там чаще всего женщин и детей. Вот на одной тарелке Щекотихиной-Потоцкой, которая так и называется «Голод», можно увидеть плачущую женщину с ребёнком. Ну, я вам сейчас расскажу немного о других тарелках той же Щекотихиной-Потоцкой. Мы с вами сейчас находимся перед двумя тарелками работы Александры Щекотихиной-Потоцкой. Обе тарелки датируются 1921 годом. В 1921 году огромное количество тарелок создавалось. И перед нами сейчас две тарелки из Петроградской серии. Одна из них «Комиссар», а вторая – 1 мая 1921 года. «Комиссар» – одна из интересных тарелок «Потоцкой», потому что, если вы посмотрите внимательно, «Комиссар», хозяин новой жизни, гордо идёт по Дворцовой площади. Ну, тут и подписано «Площадь Тюрицкого», именно так называлась Дворцовая площадь после революции. Вы видите позади него здание главного штаба. То есть «Комиссар» направляется в Зимний дворец. Это хозяин новой жизни. Он держит под мышкой папку, папкой такого яркого синего цвета. Что интересно, Щекотихина-Потоцкая была из семьи староверов, поэтому в её творчестве можно увидеть влияние древнерусской иконы. Если вы посмотрите на её персонажей, у них такие очень характерные, большие, вытянутые глаза. Что-то у неё есть от лупка, но при этом её персонажи необыкновенно живые и необыкновенно современные по отношению ко времени, в котором Щекотихина-Потоцкая жила. Рядом вы видите тарелку 1 мая 1921 года. Вы видите, что здесь моряк прогуливается со своей возлюбленной по Петрограду. Он прогуливается по набережной Невы, потому что, если вы посмотрите внимательно, то увидите, что у них под ногами земля, а за ними река. Река достаточно широкая. Это не мойка, не фонтанка. Там плавают корабли, и явно это Нева. Причём, что интересно, и сам моряк, и его барышня, они такие очень большие. Они вообще с трудом поместились в пространство этой тарелки. Действительно, когда Щекотихина-Потоцкая создавала свои произведения, она ломала всё представление о том, как нужно правильно декорировать фарфор. Потому что что делали обычно? Обычно в зеркале тарелки делали основное изображение, а по борту пускали какую-нибудь надпись. Это было более характерно. Здесь надпись так притулилась с двух сторон, и всё пространство занимают фигуры. Причём, обратите внимание, вот этот моряк, он очень интересный. У него на груди можно увидеть татуировку в виде серпа, молота, и даже кусочка шестерёнки. Мы говорили, это был знак государственного фарфорового завода. Его спутница одета очень нарядно. На ней, видимо, какая-то такая трикотажная кофта, пульсированная юбка, полосатые чулки, высокие сапоги. Одета она явно по последней моде. Щекотихина-Потоцкая была невероятно продуктивной. Её стиль всегда узнаваем. Теперь, даже когда вы придёте просто в музей и увидите там произведение фарфора, вы всегда безошибочно определите, что это Щекотихина-Потоцкая. Мы говорили, что подделать её абсолютно невозможно. У неё очень самобытная манера. Щекотихина-Потоцкая уедет в 1923 году из России. Она уедет в Египет к своему бывшему учителю Билибину. Билибин её туда позовёт. И она станет женой Билибина. В 1925 году они поселятся в Париже. Причём на протяжении всего этого времени Щекотихина-Потоцкая будет присылать свои работы на государственный, потом уже на ленинградский фарфоровый завод. И, конечно, она вернётся в 1936 году. Её муж будет очень скучать по родине. У Билибина, вы знаете, у неё такая очень русская манера. Они вернутся, и Щекотихина-Потоцкая будет работать уже на ленинградском фарфоровом заводе. Кстати, завод становится ленинградским в 1925 году. Тогда отмечали юбилей Академии наук. И решили присвоить государственному фарфоровому заводу имя Ломоносова. Ломоносов, правильно сказать, не имеет никакого отношения к изобретению фарфоров. Его изобрел Виноградов. Но Дмитрий Виноградов был сыном священника, а Ломоносов был выходец из народа. Есть такая версия, что именно поэтому завод назвали Ломоносовским. С другой стороны, на Ломоносовском заводе, когда он был ещё объединённым фарфоровым и стеклянным заводом, начали производить оптическое стекло. А где стекло? Там Ломоносов. Поэтому, возможно, его назвали именем Ломоносова. Но так или иначе, мы с вами привыкли к этой аббревиатуре ЛФЗ, Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова. Хотя я ещё немного расскажу о работах, которые производились ещё на государственном фарфоровом заводе. И мы с вами возвращаемся к работам Натальи Яковлевны Данько. Сейчас перед нами очень интересный раздел нашей экспозиции. И тему этого раздела задаёт тарелка, которую вы можете видеть наверху. Тарелка называется «Равноправие». Создана она Базилькой Радонич. Если вы посмотрите, то увидите в центральном фрагменте на зеркале самой тарелки женщину с ружьём, которая охраняет какое-то здание или какой-то завод. Она, кстати, очень перекликается с милиционеркой Натальей Данько, которая стоит чуть ниже. То есть перед нами сейчас женщины, которые участвуют в революции. И, конечно, вот эта тема женщины в Советском Союзе продолжается скульптурами Натальи Яковлевны Данько. Что интересно, на государственном фарфоровом заводе работало большое количество женщин, и поэтому персонажи, выпущенные на заводе, они приобретают вот такие мягкие черты, и революция становится более такой человечной. Здесь вы видите милиционерку и женщину, вышивающую знамя. Революции можно помогать по-разному. Можно действительно стоять где-то с ружьём на посту, а можно вышивать знамя. И все вносят свою лепту в создание нового советского государства. Чуть ниже можно увидеть женщину с газетой в руке. Эта скульптура называется «Речь». Перед нами делегатка, которая явно выступает где-то перед делегатами съезда. Она теперь тоже имеет право голоса. Ну а рядом, пожалуй, одна из самых интересных и самых известных работ Данько – это шахматы «Красное и белое». Гордость каждого музея, в котором хранится этот экспонат, и мечта любого коллекционера, который занимается собиранием агитационного фарфора. Это шахматы Натальи Данько «Красные и белые». Но мы с вами привыкли к тому, что шахматы обычно бывают белыми и чёрными. Стоит сказать, что красными и белыми шахматы были вплоть до конца XIII века в Европе. Сначала они были чёрные и красные, потом в Европе они превратились в белые и красные. Ну а потом уже стали привычными нам фигурами – белыми и чёрными. Но если вы читали «Алису стране чудес» в оригинале, то, возможно, вы помните, что там была красная королева – Red Queen. Поэтому красными эти фигуры, чёрные, было принято называть в Европе ещё достаточно долгое время, в XIX веке тоже. Но, конечно, в советском контексте противопоставление красное и белое приобретает особое значение. И вот здесь мы с вами видим необыкновенно интересные фигуры. Естественно, красный – это цвет революции, красным он стал со времён Французской революции, советское государство приняло этот красный цвет как такой официальный цвет. И мы здесь с вами видим Красную армию, король и королева – это рабочие и крестьянка, рабочие и колхозницы. Вспомните скульптуру Веры Мухиной, вот эта тема рабочего и крестьянки, рабочего и колхозницы, она начинается сразу после революции. Рядом с ними фигуры слонов можно увидеть, это фигурки красноармейцев в хорошо узнаваемых бутёновках. Ну, стоит сказать, что вообще-то эта форма была придумана для царской армии и планировалось, что парад в честь победы в Первой мировой войне будут проходить в этой форме. Но она досталась уже как наследство Красной армии и стала символом Красной армии. Здесь мы с вами видим коней с очень характерными такими звёздами, характерными советскими пятиконечными, и две ладьи, в ладьях тоже плывут пятиконечные звёзды. Ну, а пешки – это, конечно, такие крестьяне, молодые парни, которые держат в руке серп и снопы рядом с ними изображены. А в то время как белые фигуры – совершенно другая картина. Это, на самом деле, рыцарская тематика. При этом, если вы посмотрите на фигуру короля, то, конечно, король изображает собой смерть. Рядом с ним королева. Королева, на самом деле, здесь плохо видно, но она наполовину обнажена, такая неприличная ещё королева получается. Рядом с ними две фигуры. Они мне очень напоминают Евграфа Давыдова у Ареста Кипренского, такие подбоченившиеся, такие два гусара, но только в латах. Рядом с ними можно увидеть коней. Кони тоже такие рыцарские. Ну, и две ладьи, они уже везут тоже рыцарские атрибуты. Там, на самом деле, можно увидеть, они повернуты к нам этой стороной, а с обратной стороны там можно увидеть щит с рыцарским гербом. Ну, и, конечно, пешки у белых – это связанные цепями рабы. Конечно, вот такое интересное противопоставление, противостояние. Действительно, это одна из лучших работ Натальи Данько. Конечно, агитационный фарфор – это не только тарелки, не только статуэтки и не только шахматы. Это ещё и сервизы. Перед нами сейчас один из моих любимых сервизов. Это сервиз под названием «Завод». К сожалению, мои коллеги не смогли установить авторство, кто был автором этого сервиза. Но совершенно потрясающе взаимодействует друг с другом форма и оформление этих предметов сервиза. Форма, кстати, очень старая. Она датируется 60-ми годами XIX века. Форма китайская. Но согласитесь, как актуально она звучит в 20-е-30-е годы. 20-е-30-е годы в буржуазной Европе – это время стиля арт-деко. Стиля арт-деко как раз любил вот такие немножко угловатые формы. И китайская форма вписывается в это общее течение идеально. И, конечно, потрясающая роспись. Мы с вами видим здесь и рабочих, таких очень стилизованных. Мы с вами видим трактор. Стилизованный трактор – это такая эмблема. 20-х, начало 30-х годов. Потрясающие детали, вот эти ажурные, которые использовал Густав Эйфель в башне, а потом эти детали стали использоваться повсеместно, они здесь появляются и на предметах сервиза, и на большой тарелке. Хотя этот сервиз создавался в начале 30-х годов, стоит сказать, что агитационный фарфор в начале 30-х годов это уже не совсем агитационный фарфор, но мы об этом еще сейчас немного поговорим. Этот сервиз действительно можно причислить к разряду таких агитационных, тем более, что тема такая вполне советская, заводская. Еще одна очень интересная тема, которая нашла отражение в советском фарфоре – смычка города с деревней. В этом разделе раскрывается очень интересная идея советской политики, ранней советской политики смычка города с деревней. Этой теме посвящали плакаты, стихи, ей посвящали в том числе и произведения в фарфоре. В чем заключалась эта идея? В Советском Союзе хотели, чтобы сельскохозяйственные работники становились более эффективными, чтобы они принимали новые средства производства, новые удобрения, ну и при этом, конечно, обеспечивали город своей продукцией. Это такое было взаимовыгодное сотрудничество. И, конечно, символ смычки города с деревней – это обнимающиеся фигуры рабочего и крестьянина, что мы с вами здесь видим. Но еще очень интересное произведение здесь – это шахматы под названием «Индустрия и сельское хозяйство». Шахматы состоят, естественно, из двух частей. Вот мы с вами видели у Данько красные и белые, а здесь черные и белые, все к нам привычное. Это не противостояние, это уже такое взаимодействие получается между двумя игроками. Если разбирать черные фигуры, то мы здесь с вами видим работника и работницу. Сложно сказать, мне бы очень хотелось, чтобы эта работница работала в легкой промышленности, но здесь различить что-то очень сложно. Ну, рабочий, естественно, он работает где-то в тяжелой промышленности. Рядом такие мы с вами видим фигуры, которые изображают слонов. Ну, можно, конечно, делать разные предположения. Там вокруг идут человеческие фигуры, что-то такое вроде Вавилонской башни, и проценты наверху получаются. Почему-то мне хочется сказать, что это рост производства, потому что вы знаете, что индустриализация на этом была построена, должны были расти производства, и должны были расти заводы, и, соответственно, экономика советская бы поднималась. Рядом мы с вами видим, это уже кони, это опоры линии электропередач, а ладьи здесь изображены в форме таких нефтяных бункеров. Если говорить о пешках, то по поводу пешек мне, наверное, затруднительнее всего идентифицировать их, сложнее всего о них что-то сказать, но, возможно, они тоже связаны с новыми энергиями. Это может быть чёрный цвет и цвет нефти, это может быть и цвет угля, что-то это напоминает такие мешки своеобразные. Вот с фигурами белых, с фигурами крестьян, всё намного проще. В центре мы с вами видим крестьянина. Кстати, иногда это вот один вариант скульптуры, иногда на оборотной стороне этого крестьянина можно ещё тракториста увидеть. Это крестьянин, который работает явно на каком-то новом оборудовании, которое ему доставили из города. Мне кажется, что это может быть молотилка. Рядом с ним королева. Королева – это, естественно, крестьянка. Причём во всех вариантах этой скульптуры крестьянка не одна, их там несколько. Они держат на голове какую-то большую такую корзину, наполненную, возможно, фруктами или овощами. Фигуры, которые изображают слонов, они очень перекликаются с тем, что мы с вами видели в чёрных. Ну, возможно, это изображение элеваторов. Рядом у нас в виде коней МТС – моторно-тракторные станции. Ну, всё логично. Нужно ездить не на конях теперь в деревне, а на тракторе. Ну, и вы видите, в качестве двух фигурок, изображающих ладью, у нас используются здесь такие большие бункеры для силоса. И самое интересное здесь – это пешки. Если вы внимательно на пешки посмотрите, то увидите, что на них написана химическая формула. Это нитрат калия, это удобрение, которое доставили рабочие крестьянам из города. Ну, вот такая, да так интересно раскрывается тема смычки города с деревней. Кстати, эти фигурки были выполнены на Дмитровском фарфоровом заводе, а не на Ленинградском. Шахматы, о которых мы только что с вами говорили, были выполнены Елизаветой Трипольской. Ну, так уж получилось, что агитационный фарфор делали у нас в основном женщины. Мы с вами уже говорили о Наталье Яковлевне Данько. И здесь можно увидеть очень интересный ее автопортрет. Вообще, автопортрет в скульптуре встречается крайне редко, а фарфор – это декоративно-прикладное искусство. Автопортрет в декоративно-прикладном искусстве – это действительно уникальное такое событие. Наталья Данько здесь изображена работающей над скульптурой. Скульптура – это очень напоминает известное ее произведение – фигуру Анны Ахматовой. Вообще, стоит сказать, что Данько очень много делала таких фигур, портретов своих современников. Так, например, она выпустила статуэтку Зинаиды Райх. И Ахматова, и Райх у нас представлены на экспозиции. Но так получилось, что Райх была супругой Мейерхольда. Мейерхольд тоже был в ассортименте, который создавала Наталья Данько. Но когда Мейерхольда расстреляли, то и его изображения, изображения Зинаиды Райх, изъяли из производства. Формы были уничтожены, так что воссоздать их сейчас невозможно. Анну Ахматову воспроизводят и до сих пор. Стоит сказать, что Наталья Данько возглавляла скульптурное отделение на государственном, потом на Ленинградском фарфоровом заводе вплоть до начала Великой Отечественной войны. Также на заводе работала ее родная сестра Елена. И Елена расписывала статуэтки, которые создавала Наталья. Они остались здесь, в блокадном городе вместе с матерью. Они пережили первую блокадную зиму. И уже в начале 1942 года они выехали в Ирбит. Но, к сожалению, Елена, младшая сестра и мать, скончались по дороге в Ирбит. А Наталья Данько доехала до пункта назначения, но она была тяжело больна и скончалась уже там, в Ирбите. Так что тяжелая ее жизнь была, последние месяцы ее жизни. И, конечно, трагическая смерть. Здесь же мы с вами видим и другие скульптуры Натальи Данько. Вот здесь, например, у нас физкультурница. Данько создала вот эту чернильницу двух физкультурниц. Но вот физкультурница – это уже не совсем агитационный фарфор. Дело в том, что это уже новые персонажи сталинского времени. Сталинское искусство немножко отличается от искусства 20-х годов. Агит-фарфор – это все-таки в основном 20-е годы. Сталинское искусство делает четкую ориентацию на восток. И в этом зале, если вы потом придете в музей, вы это увидите. Здесь есть отдельный восточный раздел. Сталинское искусство – это изображение разнообразных физкультурников, пионеров. Начинается новая эпоха в фарфоре, начинается новая эпоха в истории. Эпоха в фарфоре тоже. Вообще, очень интересно, когда идешь по экспозиции музея, изучая произведения искусства, можно следить за историей развития страны. И история тогда раскрывается намного более полно, чем в любом учебнике. Так что приходите в музей для того, чтобы лучше знать и историю тоже. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ